Единый государственный экзамен по математике, задание номер 11. Костя и Гриша выполняют одинаковый тест. Костя отвечает за час на 12 вопросов теста, а Гриша на 20. Они одновременно начали отвечать на вопросы теста. И Костя закончил свой тест позже Гриши на 90 минут. Сколько вопросов содержит тест? Это задача на работу и производительность. Она решается по формулам, похожим на формулы для задач на движение. То есть можно использовать формулу, например, такую скорость равна путь поделить на время. Где скорость это как раз и будет производительность. То есть количество выполненной работы в единицу времени. Вот это будет у нас производительность. S это объем выполненной работы. Или просто можно написать работа. Работа. Ну и t это время. Или кому не нравится вот эта формула, то есть кому эта аналогия не нравится, можете сразу использовать готовую формулу для мощности. То есть мощность это и есть производительность. Мощность n равна отношению работы ко времени, за которое эта работа была выполнена. То есть a разделить на t. Вот эта вот мощность n это как раз и есть производительность. Производительность. Это у нас работа. Ну и это время. Неважно какую формулу. Можете эту использовать, можете эту. Главное, чтобы смысл был понятен. Это время у нас. Итак, нам необходимо вычислить, вернее найти количество вопросов, которые содержит тест. С этого можно начать. Пусть тест содержит x вопросов. Пусть тест содержит x вопросов. Тогда составим ключевое уравнение. Сказано, что время, которое было затрачено Костей на ответы вопросов теста было больше на 90 минут. Почему? Потому что Костя закончил свой тест позже Грише на 90 минут. Значит его время больше. Обычно от большего вычитают меньшее. То есть, если мы от времени Кости вычтем время Григория, то у нас получится 90 минут. Но вот здесь нужно, так как производительность у нас зависит от часов, то есть 12 вопросов в час или 20 вопросов в час, то нужно 90 минут перевести в часы. Для того, чтобы перевести в часы на до 90, поделить на 60, сокращаем, получается 3 вторых часа. Получаем разность времени Кости и Гриша равна 3 вторых часа. Это и есть ключевое уравнение. Теперь нам необходимо посчитать время Кости и время Григория вот по этим нашим формулам. Или по этой формуле, или вот по этой формуле. То есть, выражаем время. Тогда время будет равно. То есть, можно, если из первой формулы у нас время тогда будет равно s поделить на v. Где s – работа, v – это производительность. Ну, или можно было по второй формуле вот отсюда выразить. Неважно. Время будет равно работа поделить на мощность, то есть на производительность. Таким образом, для того, чтобы найти время Константина, нам необходимо общее количество вопросов теста, а их у нас x вопросов. В тесте x вопросов. Значит, надо работу, то есть x вопросов поделить. Мы x делим на производительность. На производительность Константина. А у него производительность 12 вопросов в час. Вот она по условию. 12 вопросов в час. Значит, надо x разделить на 12. И минус время Григория. Время Григория опять по формуле. Это работа на производительность. Работа – это общее количество вопросов теста. То есть x. Мы делим на производительность. 20 вопросов в час. И равно это все трем вторым. Решаем. Приводим к общему знаменателю. Общий знаменатель 60. Тогда домножаем первую дробь на 3. Вторую дробь мы домножим на... Так, нет. Первую дробь мы на 5 домножаем. А вот вторую на 3. Тогда у нас получается 5x минус 3x. И все это равно трем вторым. В результате 2x на 60 равно 3 вторых. Отсюда... Ну, можно сократить еще. Получается 1 тридцатая. Откуда x будет равен 3 умножить на 30 и разделить на 2. То есть окончательно получаем x равен 3 умножить на 30 и поделить на 2. Сокращаем на 2. Получаем 15. 3 умножить на 15 будет 45. Ответ 45. Ответ 45. То есть 45 вопросов содержит тест. Задача решена. Кому решение задачи понятно, не забудьте поставить лайк. И напишите несколько слов в комментариях к этому видео.